Пожалуйста, бюллетень, проходите в кабинку для голосования. А что кабинка? Чтобы... Зачем я ваша кабинка? Тайна голосования. Да какое тайна? У меня тайного никакого нет. У меня есть просто Путин форево и сердечко еще вот такое. Куда это? В урну в середине избирательного участка. Как вы можете сказать такое? Такое голосование? Здравствуйте. Куда? Вот в этом, в этом дырочке. Давайте фотку сделаем. Все. Меня попросили сделать выбор. Какой выбор, если он един? Сердечко. Все ставьте сердечко. Наши люди делают. Самые люди делают. Все. Спасибо. Дорогие друзья, с завтрашнего дня, с 15 марта, начинаются годы. Завтра он нашел в центр Москвы, поэтому я пойду голосовать. Послезавтра, 16 марта, но я вас все призываю к тому, чтобы вы не оставались равнодушными, чтобы вы приходили в избирательные участки, чтобы вы делали свой выбор. Потому что от нашего выбора зависит будущее России. У нас самая лучшая страна и самый лучший президент, сделавший для России столько грандиозного, сколько не сделал бы и не смог бы сделать. И никогда не сделал бы никто другой. Давайте его поддержим. Приходите на участки, делайте свой выбор, и будем желающей нашей России делать все для того, чтобы вам по-святому. Спасибо! Музыки, танцы. Почему странно? Почему? Нужно только про балет учить людей. Про гармонию пластичности, то, как вы знаете, лучше кошек в этом смысле никого нет. Вы помните нашу традицию, мы пристраиваем этот счет маркизы. В прошлый раз у вас был арамис. Да, арамис. А моего кота звали маркиз, который прожил с нами 18 лет. Видите как, мы уж не договаривались так. С вашей подачи арамисы, кстати, пристроили. Мне очень приятно, я с радостью в инстаграме осветила это чудо. Да, я помню, огромное вам спасибо. Всегда, что вы. И надеюсь, что вот маркизу тоже пропиарим. Ну, мне кажется... Не только вашу школу. Мне кажется, вы знаете, имя известного человека, это определенная ответственность, потому что действительно оно помогает привлечь внимание к каким-то, может быть, проблемам, или социальным вопросам, или вот даже пристроить котика. Ну, это же так приятно, что можно помочь. Хотя бы даже вот просто известность имени. Ну, само по себе имя, да. Но всегда ведь... Давайте вот все-таки вот мы будем честны. Всегда есть тот или иной оттенок. Ваше имя, оно известно там в мировом масштабе. Ну, вот мы говорили в прошлый раз об этом. Есть некий скандальный все-таки акцент. Правильно? Вот у бренда Анасти Волочкова. Ну, женщина, я привлекаю внимание. Я, конечно, человек такой неординарный, неординарный, эпатажный, неоднозначный. Я очень, такой, скажем, открытый, сильный, идущий вперед, по козерожью. Ну, конечно. Смелый, отчаянный. На ваш специальный сайт заходишь, там тоже, там же вы же не в пачке, там невозможно от вашего декольте глаз оторвать. Ну, если бы Бог дал красивое тело, ну, было бы, конечно, глупо его скрывать. Потому что есть люди, которые мечтают о красоте, мечтают о каких-то женских формах. Есть же много балерин, которые мечтали бы эти женские формы. Я просто к чему это говорю? Родители это вот не может смутить, как вы считаете, которые приводят к вам? Нет, не может, потому что родители, видя меня с детьми, и зная, какую я концертную деятельность веду, благотворительную, именно для привлечения детей в мир танца, то есть позволяя детям приобщаться к искусству. Не то, чтобы позволяя, а давая им такую возможность стать участниками моих концертных программ, пригласить безвозмездно зрителей всех на концерт, учителей, врачей, воспитателей детских садиков, детских домов, провести для них мастер-классы. И если за кадром всего этого я еще являюсь женщиной с красивыми формами, которые не обязательно скрывать. Ну что же мне надеть теперь паранжу? Вы знаете, мое благородство, я думаю, пусть будет в поступках и в том, что я совершаю. Я человек, я хочу жить ярко, интересно. Я такой человек, который мне нравится, нравится. Я не стану этого скрывать. Я всю жизнь хотела быть яркой, интересной. И уж, ну, мне кажется, мне получается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы «Правда-24», которая выходила на канале «Москва-24» с 12-го года, прошла с кошками. Я приюзских животных пристраивал во время эфира. То есть я старался их как-то зарекламировать. И наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это вот чаще всего были прямые эфиры. И достаточно часто животные находили своих хозяев. Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно. Ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда. Даже когда это не видно. То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Викчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави, тогда был Кирилл Серебренников. Просто кучу наложил. Мне прямо на колене. То есть сразу упала его, условно говоря, стоимость. То есть его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен, Аниси такого, которое ловила котейку в студии. Потому что там масса таких мест, куда животное забьется, его просто не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности. Во-вторых, повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного. Ну, его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трёпа есть конкретная польза. Всё-таки находим котейкам хозяев. Может, ещё когда-нибудь вернёмся к этому проекту. Я пел то, что у меня пел. И она мне помогала в жизни сейчас. Помогать людям просто конкретно. Я подписываюсь под каждый свой карт. По мне была отраженная самооценка. Летонная или красная. Сейчас это проще. Ну, чё, да, я тебя, я тебя. Евгений Додорев, Равдо24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова